Панорамная обложка с видом родного города. Листая эту книгу, можно найти информацию, которая известна сегодня немногим. О том, как трудно собрать, сопоставить и изложить весь подобранный материал, рассказали авторы книги «Рыбница» Людмила и Алексей Покусинский. Встреча прошла в Рыбницкой центральной библиотеке. Первое – это информационная трудность, потому что информации по нашему городу и региону очень мало, особенно той информации, которая историческая, 17-18 век, поэтому выходили из ситуации, собирали по крупицам все упоминания, которые где-либо находили в каких-либо источниках, и нам помогли очень серьезно – это картографические материалы, то есть картографические материалы, на которых наша территория обозначена, и поселения в том числе. Книга состоит из двух частей. Первая – это историческая, о самых ранних поселениях человека в этой местности. Вторая – это фотоальбом. По словам авторов, книга была написана простым, доступным языком. Мы миновали где-то подробного цитирования, и список библиографический мы указали сзади. Поэтому текст считается более-менее легко, переходя от одного события к другому, не усложняя саму информацию именно цитатами. Поэтому постарались таким образом, чтобы это было повествовательно. А вопросы, комментарии и пожелания, приглашенные на встречу с авторами книги, выразили признательность за такой неоценимый подарок городу. А о Рыбнице у нас только был маленький проспектик. И все, весь материал, который к нам обращаются читатели, на запросы мы ищем в энциклопедии, в статье, там в статье, в журнале где-то. То есть картотеков у нас есть, но чтобы было собрано где-то более-менее много, у нас нет такого материала. Поэтому вам большое спасибо за то, что вы такой труд обьем провели, сделали. Это, можно сказать, первая книга о Рыбнице. Книга о городе Рыбница была выпущена в 2013 году тиражом в тысячи экземпляров. Сегодня познакомиться с этим изданием можно в библиотеках города. Ирина Шлаева, Наталья Лисеева, Олег Слободенюк, ЛикТВ.